всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут маша это видео про покупки давно не было такого формата видео все раз мы снимали видео про новый год сегодня расскажу вам мне кажется про такой более повседневный формат в любом случае это про покупки из того что у меня за последнее время я думаю что вы еще их не видели во всяком случае часть того что я покажу точно не видели вся информация по ссылкам по артикулам все это можно найти в инфобоксе заглядывайте туда все мои обмеры там же вот и давайте приступим очень хотелось бы рассказать это про эту рубашку который на мне надета эта рубашка твал stories классическая клетчатая рубашка но она достаточно тонкая то есть она не выполняет такую задачу прям полноценного верхнего слоя скорее прям рубашка рубашка которую можно носить как заправлен и на выпуск так и таким легким верхним слоем мне нравится вообще последнее время клетчатой рубашки какие-то чувства к ним испытываю и если говорить про нижний слой то мне понравилось сочетание со светлым топом молочным с белой футболкой которые с высокой горловиной и вот с серым топом мне кажется тоже классно смотрится в зависимости того какой у вас вниз но в целом да выглядит достаточно хорошо рубашки по моему еще эти остались вот поэтому если видите попробуйте возможно вам тоже они очень за следующая вот эта футболка белью который я наверное может быть не рассказывал но показывал ее в анпекинге ничего особенного про нее тоже сказать не могу кроме того что она с классным принтом мне понравилась посадка длинный рукав она такая достаточно плотная но не прям вау плотный как некоторые футболки и такая надпись кофе тайм я вижу что ее не видно если говорить про украшение которое на мне сегодня это ожарели poison drop и браслет у меня здесь два браслета poison drop достаточно один из них вот этот клевер новый этот старенький и старенький браслет louis vuitton с моей буквы с моей буквы с буквы моего имени собственно игра футболка серая я взяла в размере ml и изначально я хотела взять наверное чтобы носить ее дома но вы знаете что я работаю дома если не знаете то вот информация краткая и не знаю насколько нужно обо мне я работаю много дома поэтому мне важно тоже в чем я хожу дома поэтому у меня много домашней одежды и я люблю естественно все очень комфортно как наверное и многие вот поэтому такую футболку я сначала хотела носить ее только дома но тут и в офис отдела и мы ходили на прогулку тоже мне она понравилась как смотрится с жакетом в общем поэтому ее применяю еще один вот велсторис это уже джемпер который мы с я нам купили вал клете и эта коллекция не новая может быть вы помните на пол позапрошлогодние или прошлогодние здесь такие нет на такое неоднородное плетение здесь вкрапление друг других нет а мне кажется красиво смотрится такая неоднородности ну и плюс такой красивый цвет мне кажется приглушенный такую кофейный шоколадный этот джемпер был в двух размерах мне кажется многие джемпера делают филосторий с двух размеров это с и м и он за счет того что такой достаточно объемный, то мне он, мне кажется, тоже подошел. Плюс мне нравится, что он укороченный немного впереди, чуть больше, чем сзади, поэтому его удобно носить с, допустим, с высокими брюками либо джинсами, в основном я такие ношу, да, куда можно чуть-чуть подзаправить, либо, в принципе, не заправлять, все равно будет выглядеть хорошо, потому что бывает хочется не перегружать образ еще удлиненным джемпером, либо кардиганом, да, хочется что-то покороче. Вот мне очень понравилось, кстати, еще достаточно много было этих джемперов в отлете внуково. Такие джемпера очень пригодятся и весной, вы знаете, я обожаю сочетание атласных юбок, кашемировых джемперов, либо шерстяных джемперов, в общем, джемперов с такой плотной вязки, мне кажется, это сочетание всегда будет актуальным, хотя уже ему много-много лет, но все равно каждый раз глаз радуется, когда видишь девушку в таком сочетании. Смотрите продолжение в следующей серии. Еще одна покупка из-за аутлета, это такой свитшот Ганник, который, мне кажется, я просто случайно удачно нашла, в основном в аутлетах я редко вижу, когда хорошие есть лоты, да, которые прям вот актуальные, или моего размера, да, потому что, ну, как бы понятно, что большой размер, он всегда быстрее уходит, и он актуален для многих, потому что тема оверсайз, она актуальна до сих пор, в общем. В магазине Топстайл там представлены несколько люксовых и миддл сегмента бренда, вот, там можно найти обувь и одежду, иногда очень старых коллекций, вот, иногда каких-то, ну, более-менее, мне кажется, не очень старых. Вот такой свитшот просто, мне кажется, офигенный, и он, ну, по формату обычный, как бы, удлиненный свитшот, это размер, по-моему, XL или L, да, это, по-моему, L, и он сделал таким образом, что у него широкая пройма, как обычно, и при этом удлиненного рукава нет, то есть он укороченный, по сути, как вот такой, знаете, женский. Вот, мне очень понравился, он был один, поэтому тут ничего не могу сказать, в общем, решила все равно вам его показать. Буду носить его с леггинсами, уже, кстати говоря, вчера носила, с джинсами, с велосипедками. Для меня это такая вещь не прямо подо все подойдет, потому что, ну, как бы, здесь есть, наверное, свои ограничения, но, допустим, брюки, палаццо серый, серый, костюмный, будет классно смотреть с таким свитшотом. Леггинс, велосипедки, да, понятно, джинсы более узкие, либо прямые, вот, и, как бы, не то, чтобы вы там с юбками, с платьем будете выносить, нет, крайне, знаете, когда свитшот еще не переходит в платье, но, в общем, стоит это соблюдать. Я думаю, для кого-то такая длина была бы как платье, и вот свитшот платье это не очень. Если такую вещь берете, то используйте ее как именно свитшот, не как платье. Пора перейти как раз-таки к лотам, которые я нашла на Валберис. Это будет, мне кажется, интересно. Два лота – это джинсы, и одни джинсы я показывала уже в своем телеграм-канале, вот, но, наверное, стоит про них рассказать поподробнее. Первый джинс, который я покажу, называется бренд Art Times. Все ссылки или артикул я укажу. Я брала Art Times, вот эти джинсы в размере 54, и они мне были как раз норм. Но, надо сказать, что уже я чувствую, что они мне быстро разносились в районе талии, но как-то, в общем, взяла так. Если у вас, если вы такого же, как и размером, может быть, стоит попробовать еще поменьше померить, чтобы убедиться, что вам нужно больше. В общем, здесь красивый голубой цвет, голубая джинса такая современная. Джинсы, кстати, не супер какие-то плотные, они достаточно тонкие. Но, знаете, вот если сравнивать с теми же джинсами Echindem, которые у меня есть, тонкие, да, у меня есть джинсы Echindem в разных вариациях, и Zara в том числе. И вот, наверное, это что-то среднее между ними, потому что они недостаточно тонкие, чтобы прямо сказать, что в них прохладно, но они прям супер дубовые и плотные. Ну и сами себе не плотные. Я очень осталась довольна, но, видите, здесь я еще совпала со своим ростом, что они мне по длине классно смотрятся. Что происходит? Что ты там делаешь? Когда у вас фигура плюс айс, и вы покупаете джинсы прямые, то они могут казаться такими достаточно широкими из-за размера, да, потому что лекало плюс-минус одно и то же. Вот, и здесь тоже есть такой эффект, но мне хотелось такие широкие джинсы. И они, кстати говоря, очень удобные, ну и вообще мне очень понравились, классное качество за бюджетные, ну, на мой взгляд, небольшие деньги. Вот мне сказала моя подруга Лиза, Лиза, спасибо тебе за эту подсказку. Это бренд Элегант, это Конте, бренд Конте, и здесь у меня размер 114-170, то есть тоже российский 54-й и европейский 48-й. Ну, наверное, серо-черный, можно сказать, что больше ближе к черным. Они прямые, но при этом они, я специально взяла, я почитала отзывы, почитала таблицу размеров, решила взять их чуть побольше, точнее надеялась на это, чтобы они, знаете, сидели такие а-ля бойфренда, да, такие немножко широкие, потому что сейчас как раз одни из тенденций, это будут такие широкие джинсы а-ля бойфренда. И вот хотелось чего-то такого, вот, потому что, в принципе, мом и скини у меня полно, я много их ношу, вот, хочется иногда и такие. О чем хотелось бы сказать, это то, что они, во-первых, они, кстати, не красятся в черном, да, потому что я это всегда проверяю, всегда жертвую частью своего белого носка в примерке, чтобы потереть ткань и посмотреть, окрашивается ли хотя бы она сразу, да, потому что сразу-то понятно, что дальше будет только хуже. Вот, и эти джинсы, они мне прям полной длины, соответственно, я могу носить и кроссовки, и уги, у меня все укороченные, их будет смотреться хорошо, то есть они не будут сильно открывать лодыжку, потому что, конечно, это, вы знаете, я не против этого, но иногда просто хочется потеплее, вот, поэтому этот вариант классный. Единственное, что и те, и те, когда постираешь и гладишь, они пахнут краской при глажке, но я, наверное, еще отмечу, что у меня те же джинсы манго практически все так пахнут, запах выветривается быстро, вы его не замечаете, то есть вот, допустим, сейчас они не пахнут. Мне кажется, суперальтернатива джинсам манго либо H&M, наверное, Zara поплотнее, H&M манго вот похожи, похожи по лекалам, похожи по тканям, ну и вообще классные модели, то есть это не то, чтобы, знаете, просто бюджетные джинсы нашла такие, вам показываю, это действительно классные варианты, поэтому присмотритесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но там вопрос, насколько они будут смотреться на мне так или иначе. При этом Frankie Shop это не самый бюджетный бренд, вот, и сейчас хочется уже какие-то находки вам показать, потому что если я покажу позже, допустим, весной, а этого не будет, то не знаю, насколько это будет здорово. В общем, я нашла такой бомбер, который мне очень понравился, это бренд называется Forain. Наверное, альтернатива тому бомберу, который у меня есть из H&M, вообще вот, да, по сути, вот, как бы, альтернатива H&M, он тоже бюджетный, стоит плюс-минус, наверное, столько же сколько H&M, что он даже, наверное, дешевле. И я взяла это размеры 50 тысяч XL. Вообще, российские бренды, хватит уже такие линейки делать, типа 50 тысяч XL. Ну, правда, я же не 50 тысяч XL, зачем вы такие делаете размерные сетки? Никому это не льстит, прекратите. А XS что носит у вас XL? Ну, как бы, ладно, ладно. Я взяла большой, чтобы он был оверсайз, и, собственно говоря, этикетку даже еще не убирала. Он из такого, знаете, немножко шуршащего материала, при этом плотный. И вообще, мне показалось, я несколько бомберов мерила, и остальные оказались либо очень короткие, либо узкие, либо страшные. Ну, это другое. Конечно, понятно, страшное это не профессиональное слово, но, поверьте, другого я не нашла. Здесь резинки такие неплохие, плотные, наверху и на рукавах. Сама ткань из, наверное, пару-тройку слоев здесь есть. Вот я одену. Как раз я пока без микрофона. Три месяца говорю про этот микрофон, но мы, правда, все никак с ним не разберемся. Какой-то он такой объемный. При этом, если вы его застегиваете на моем размере, да, если вы расстегиваете и застегиваете его, он будет, ну, смотреться такой удлиненной курткой. На самом деле, многие говорят, что бомбер – это не та вещь, которая носит застегнутый, и это правда. Но, в целом, если вы его берете объемным, он не будет смотреться на вас, знаете, как в коконе, как вы находитесь. Вот, ну, конечно, это курточка, которую необходимо, знаете, как джинсовочку носить. Такой верхний слой, когда не супер холодно. Ну, мы понимаем, да, что это не зимой, а, наверное, весной, осенью. Ну, или прохладное лето. Но я вам говорю, это очень классная вещь, классная куртка. Здесь недорогая, конечно, видно бюджетная молния, но вот она так скромна, что вы на это не обратите внимания. И при этом она, ну, здорово смотрится, стильно. И альтернатива куртке H&M Bomber, да, которую я, допустим, покупала в Турции. И даже, наверное, скажу, что эта куртка, она более свободная, потому что чем-то я брала VL в размере, а можно было взять XL, тогда бы она была еще по объему. А это, ну, вот прям, мне кажется, идеально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписывайтесь на какие-то другие мои соцсети, там тоже очень интересно. Приходите в мой телеграм-канал, как вариант. А я вас всех обнимаю. Желаю отличного вечера, дня или ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok